Это Крис Вектор. Это Крис Вектор СМГ. Крис Вектор. Значительно повышает точность. Хотел сказать, что это новинка, но потом вспомнил, что с того момента прошло уже 15 лет. Вот ведь чертово время, а! Революционный механизм Криса называется Супер Ви. Тем не менее, заявления впечатляют. Революционный механизм. Практически нет отдачи. Самое большое изобретение в этой области за последнее столетие. Самое большое изобретение в этой области за последнее столетие. Вай-вай-вай-вай. Вот бы такое потестировать. В том первом ролике вариант был с полностью автоматическим режимом огня и коротким стволом. Та же версия, которую тестируем мы, гражданская. Разумеется, только с полуавтоматическим режимом стрельбы. И длина ствола приведена в соответствии с требованиями оружейного законодательства. То есть ствол длинный. Но если учесть, что вектор, тот самый вектор, используется с массивным глушителем, то в целом соответствие между той версией и нашей версией соблюдено. Но самое главное, что в нашей гражданской версии установлена та самая запатентованная и аналоговнец система Кресс-супер-вей. Устраняющая и отдачу, и подброс. То есть само сердце и смысл всего этого проекта. На тестовом векторе установлен, разумеется, не глушитель, а кожух-имитатор во всю длину ствола. Мне довелось пострелять из вектора дважды. Буквально по паре магазинов. В первый раз это был 45-й калибр, а во второй 9х19. И то, что я уяснил сразу, это то, что отдача на 45-м калибре ощущается гораздо сильнее. По сравнению с ним, девятка показалась мне куда мягче. Но ту мою стрельбу нормальным тестом не назвать. Поэтому я попросил протестировать карабин своего товарища и вместе с тем одного из немногих обладателей Криса в России, Антона Фетчина. В тесте ему помогал другой мой товарищ, блогер Дмитрий, с канала Gun Gun Style. За что им большое спасибо. Мы проводим этот тест специально для канала Практику Шутинг. Серега, привет. Здарова. Все ради тебя. Спасибо. По-нормальному понять, насколько хорош Крис, можно только в сравнении. За точку отсчета был взят карабин от Custom Guns NL9 в самой простой комплектации. Без хитрых, мудрых буферов и даже без ДТК. Но проблема состоит в том, что такой карабин весит чуть более 3-х килограммов. В то время как Крис весит почти 4, а точнее 3 килограмма 888 граммов. И если не учитывать массу, то получится ерунда. Так окажется, что самым лучшим и по отдаче, и по уводу будет не технологичное оружие, а просто тяжелое. Привари пудовую гирю к любому стволу и не будет ни отдачи, ни увода. Чтобы так не получилось и сравнение было корректным, надо сделать массы карабинов сходными. Итак, готово. Теперь массы обоих карабинов одинаковые до грамма. 3, 8, 8, 8. Да. 3, 8, 8, 8. Отлично. Осталось хорошенько поработать с балансом. И сделать так, чтобы центр масс у NL9 был там же, где и у Криса. И с помощью планок и подбора местоположения их на ЦВ можно добиться идеального результата. Да, вот он даже вращается. Вот теперь можно попробовать пострелять. Давай попробуем. Гонг на 15 метров 20-сантиметровый. Забавно. Второй выстрел у дуги приходит ниже, чем первый. Интересно. Да. А так ты его вот... Ну да, прям надо компенсировать вот вниз. И кто говорит, что у него нет отдачи, наоборот, она на самом деле довольно жестко и неприятно в щеку бьет. Интересно. Да. То есть прям вот чувствуешь такое сотрясение в голове. Напоминает времена, когда я оружие стрелял. Подача сразу понятна, что есть проблемка. Обратите внимание на то, как приклад бьет стрелка в щеку. Все оружие вибрирует, и каждый выстрел отдается ударом. Вот здесь получается, что ты вот головой чувствуешь вот эти все вибрации работы оружия. Немного дискомфортно. Но при этом действительно второй выстрел получается не выше, а ниже. Вот я первый с плиты, там можно будет на камере подозреть, а второй уходил ниже тарелки. Поэтому заявление о том, что оружие без отдачи, нет. Ну, собственно, вот так вот выглядит оружие без отдачи. Правда? О том, что действительно стоит в плане вертикали немного по-другому, да. Без вертикальной рукоятки здесь его неудобно держать. Почему? Потому что если вот браться за это место, которое сразу хочется, то вот здесь вот защелка магазина. И вот просто я его когда уже пристреливал, я сбросил магазин пару раз. Вот, дальше, если взяться как-то выше, ну вот, вот здесь, то здесь затворная задержка, которую ты случайно ставишь, когда стреляешь. Теперь серия парных выстрелов из классического карабина. Ну, во-первых, это чуть комфортнее, ну, даже не чуть-чуть, а заметно комфортнее, мягче воспринимается. Второе, что здесь, да, вот, кстати, пришлось даже после Криса чуть-чуть стойку подкорректировать, чтобы компенсировать вот это наверх, чуть-чуть как бы плечи сюда вот загнуть. Вот, ну, при этом стоит так же, с плиты попадают и так, и так. Ну, а теперь давайте возьмем спортивную винтовку. Она, кстати, на килограмм легче Криса. Да, постреляем из нее. Ну, вообще стоит. Надо понимать, что оружие это не некий, там, сферический конь-вакуум. Это работает система стрелок и оружие. Причем стрелок это не просто как кусок мяса, который принимает все отдачи, это еще набор его рефлексов, который у него накоплен. Вот, соответственно, можно тренироваться с одним оружием, как бы берете другое оружие, но все равно будет менее удобным, какое бы оно может быть замечательное, не было бы в потенциале. Вот, поэтому с Крисом, наверное, здесь и у меня тоже подобное считать. То есть я его беру, как бы, он мне неудобен с точки зрения... Он удобен с точки зрения эргономики, но не привычен мне с точки зрения эргономики, как у него происходит рисунок колебания оружия, как у него работает спуск. Кстати, вот с точки зрения вкладки мне, особенно, очень нравится. Вот, если с рукояткой этот вопрос решить, то очень даже неудобно. В общем, унесли гонги на 25 метров. Ну, кстати, если вот под него именно садаптироваться, очень стабильно, кстати, прилетает на 25. На самом деле, я даже сам удивлен. Кстати, на самом деле здесь нет ДТК, если что, вот эта вот мандала, это просто закрывает ствол, который вот с точки зрения требований законодательства туда вставлен. У нас металл упал. Обратите внимание, что когда тарелка отвалилась, то Антон попал даже в тоненькую стойку от гонга, что значит мастерство и привычка. Когда вот так вот быстро переходишь к оружию, к оружию, надо успевать адаптироваться. Ну, давайте. На этой дистанции вот уже, как бы, крест стоит чуть стабильнее. Сам удивлен. Ну, давайте теперь спортивную. Для понимания, чем спортивная отличается от базовой версии, что здесь стоит гидравлический бушет отката затвора и система торможения наката, чтобы уменьшить клевок вперёд. То есть, если крест, он действительно, может быть, стоит чуть лучше вот так вот, чуть даже с угодом вниз, но зато он менее комфортен в колебаниях оружия вот в этой плоскости. Сейчас проверим кучность всех трёх карабинов, отстреляв в мишень на 15 метров. Это будет не абстрактная кучность, а практическая при темповой стрельбе с рук. Ну, во-первых, понятно, что оружие для меня немного непривычно, но чуть проще компенсировать, там, может, вертикальную воду, потому что они меньше. Но сказать, что есть какое-то кардинальное отличие в кучности, в при темповой стрельбе, я не могу. Потому что на самом деле, для апгрейда есть возможность у ар-платформы, то можно действительно настроить оружие под себя, вот, и сделать очень хорошую кучу при темповой стрельбе. И при этом ещё и стрелять более комфортно. Давайте внимательнее посмотрим на колебания ствола. По результатам отстрела казалось, что они идентичны, при том, что масса спортивного карабина на целый килограмм меньше, что при переносах между мишенями становится весьма заметным. Поэтому потребуется ещё один практический тест. Это отстрел на упражнении. Переносы большими делать не будем, просто сделаем, чтобы они были. И посмотрим, как это отразится на времени. Сделаем три позиции, и с каждой будет стрельба по группе мишеней, которые стоят рядом. И в конце добавим мишень не вдалеке, чтобы мы стреляли по железу. Итак, на сцене Крис Вектор. Внимание! Время 9.42. Или можно сделать вывод, что это подходит для спорта. Замечательно подходит. Скажу прямо, теперь после тестов его и небольшой эксплуатации, я могу сказать, почему оно для этого не подходит. Ну, во-первых, как я говорю, оно довольно неприятное при стрельбе, когда много из него стреляешь. Из-за вибрации и жесткости отдачи. Второе, у него специфическая развесовка. Именно манипулировать им в рамках соревнований очень неудобно. Третье, у него специфическая эргономика. Да, которая для спорта не очень удобна. То есть быстрая смена магазина, как бы здесь, например, невозможно. Разные варианты хватов здесь тоже, как бы, невозможны. В зависимости от вашего положения, как вы там стреляете. А сейчас давайте посмотрим на утяжеленный НЛ-9. С ним Антон оказался быстрее на 0,3 секунды. Во всех случаях Антон собрал фулл-хаус. То есть все альфы. Округляем, можно сказать, что крис-вектор и утяжеленная арка в принципе равны по результатам. Тем интереснее будет увидеть, что получится в сравнении с подготовленным спортивным оружием. Внимание! Ваше время 8,73. Итого, спортивная арка в руках Антона оказалась на 8% быстрее, чем крис-вектор. Конечно, для развлекательной стрельбы разница в 8% может показаться небольшой. Но для спорта это целая пропасть. И чем больше переносов и сложнее упражнения, тем больше будет разница в скорости между двумя этими карабинами. Я специально его покупал, потому что думал, блин, ну может, наверное, Uber Weapon, потому что все же пишут, что отдачи нет, он стоит как вкопанный. Меня на самом деле должно было насторожить то, что среди спортсменов, вот на соревнованиях, обратите внимание, ладно у нас, потому что это экзотика, но в Штатах, где это родное оружие стоит вполне разумных денег, его нет нигде на топовых соревнованиях, я ни разу не видел. Девушка рассказывала, что вот так, надо покупать такое девушкам, потому что, там, не знаю, отдачи не будет. Нет, оно тяжелое, баланс смещен вперед, и вот туда тянет. Женщина держать такое вообще будет тяжело, особенно, если это практически, когда надо как-то перемещаться так. Видели, наверное, как женщины часто бегают, там, подмышкой держат ружье. Вот это вот про такое оружие. То есть оно тяжелое, с неудобной балансировкой, с резкой отдачей, неприятными вибрациями. Но подброс немного уменьшен. По поводу импульса отдачи. Вот я посмотрел разные обзоры, которые есть, короче, честно, они довольно странные. Вот из того, что мы стреляли, вывод такой, отдача здесь не становится комфортней. Она жесткая, резкая, как бы вибрация оружия неприятная. Чуть-чуть уменьшен, на самом деле, подброс ствола. Это вот все, что как бы отличает его от классической компоновки со свободным запором. Но здесь просто нету места, в отличие от классической компоновки, вот если вот сравнить, да, то здесь есть место, где разместить дополнительные системы, да, для буферизации отката и наката затвора. Да, соответственно, это делает работу автоматики мягче. Из-за очень плотной компоновки возможности что-либо сделать с этим нет. Поэтому даже тюнинг здесь не поможет. Но вот когда я с ним тренировался, у меня было несколько раз, там какая-то странная задержка, не знаю, как она получается. То есть там оказывается и гильза внутри, и следующий патрон пытается дослаться. Это все, эту гирлянду все там заклинивает. Это было несколько раз. Ну, по поводу стоит или нет, на самом деле ответила банальная практика. В итоге ни в спорте, ни у военных, ни у силовых структур как бы он не завоевал популярность. То, что это действительно экзотическая штука, которая привлекает внимание, но чисто на практике оно не дает преимуществ перед классическими конструкциями за каких-либо ощутимых, зато имеет вот свои недостатки, которые мы перечислили. Но вот с точки зрения архитектуры оружия, это вот очень представитель современного подхода. Очень все просто, понятно, легко разбирается, собирается, чистится. С точки зрения уводов, как бы он действительно, ну, скажем так, хорош. То есть его не в стороны, действительно, мало уводит. Поэтому ДТК, наверное, здесь и не очень нужен. И при этом, кстати, тут довольно удобная вкладка по высоте. То есть прям вкладываешься, когда щекой сюда, да, фикрируешь, то и прям четко видишь посреди коллиматора точку. И рукоятка удобная. Да, мне прям очень понравилось. Вот, пудовый хранитель тоже удобный, на самом деле, понятный. Вот УСМ, не зря на то, что он стоковый, в принципе, неплох. Да, зато я теперь смело могу сказать, что вот такие экзотические вещи, ну, глобального, практического смысла, не имеют. Ради этого я его покупал. Для того, чтобы сравнить, узнать что-то новое и понять, где находится наше оружие относительно их. Это эффектно. Я вот интересно ради приходил на соревнования, с ним все внимание обращают. Это, ну, такая небольшая оружейная кунсткамера. Интересно, забавно, но можно стрелять из чего-нибудь нормального.